ПРОФОНОРНИСЫ ПРОФОНОРНИСЫ Птицы с острова черепа во многих отношениях напоминающие аиста марабу. ПРОФОНОРНИСЫ являются охотниками на мелкую живность, их добычей становятся амфибии, рыбы, крупные насекомые и другие беспозвоночные, мелкие ящерицы, птенцы других птиц и незрелые динозавры. Они также спокойно поедают падаль и быстро собираются возле недавно умершего животного, стараясь вырвать кусок мяса прямо из-под носа у хищника. ПРОФОНОРНИСЫ Живут профонорнисы в небольших группах, молодые особи способны передвигаться уже спустя несколько часов после вылупления, но не отходят от родителей в течение одного года или чуть более, прежде чем научатся самостоятельно искать пропитание. ПРОФОНОРНИСЫ никогда не отходят от мест, богатых мелкой живностью, кустарники вблизи рек и ручьев, например. Как и у многих современных аистов, методы охоты профонорнисов состоят из неподвижного пребывания на одном месте, а затем захвата добычи быстрым ударом клюва или подбрасывания добычи, если та пытается удрать. Как и многие другие крупные нелетающие птицы, в качестве средств самозащиты профонорнисы бьют неприятеля своими сильными ногами. Для некоторых животных такие удары могут стать смертельными. ПРОФОНОРНИС СОРДИКУС Что означает грязная нечестивая птица, нелетающая птица с острого черепа, в росте достигала 3-4 футов на уровне бедер и 5 футов в полный рост. Ужасного вида большие нелетающие птицы являлись мусорщиками, которые с жадностью загладывали гнилые куски мяса с убитого животного и набивали свой раздутый горловой мешок. Но если падали не хватает, то профонорнис сордикус с радостью будет охотиться на мелких рептилий, крупных насекомых, беззащитных птенцов, птиц и молодых динозавров. Молодняк мог передвигаться уже спустя пару часов после вылупления. Профонорнис сордикус был неразборчивым поглотителем и мог хватать птенцов своих сородичей, поэтому молодняк всегда нуждался в строгом родительском надзоре. В росте профонорнис сордикус достигала 91 до 122 см на уровне бедер и до 152,5 см в полный рост. Весила эта птица от 40 до 50 кг и обитала по берегам водных путей и в подлесках острого черепа. Профонорнис спинозус, что означает шипастая нечестивая птица, нелетающая птица с острого черепа. В росте достигала от 5-6 футов на уровне бедер и 7 футов в полный рост. Самый большой из двух отвратительных аистов острого черепа. Профонорнис спинозус был назван в честь колючих выступов на его клюве, загнутых в сторону глотки. Как правило, данный вид профонорниса живет вдоль и вокруг рек, в областях низменностей. Похожие на зубы шипы в его клюве помогали птице ловить рыбу, амфибии, а также оксомоптериксов. Но как и его собратья, он мог беспрепятственно поедать падаль. Птенцы были зависимы от своих родителей в течение первых месяцев после вылупления. Они ходили по мелким водоемам или на соседних пастбищах, так и учились охотиться самостоятельно. И самцы, и самки имели гребни на голове, но все же гребень был более крупным и красочным у самцов. Профонорни спинозус достигал в росте от 152,5 за 183 см на уровне бедер и 214 см полный рост. Весил от 80 до 100 кг, обитал возле водоемов и в подлесках острого черепа. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, ссылка будет в описании. Поддержите проект. Субтитры создавал DimaTorzok